здравствуйте приветствую вас на своем видеоканале сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и чтобы врач кардиолог как можно позже получил формальный повод сказать вам ваше время истекло наверное потому что вы не знали как правильно поддерживать уровень холестерина в крови и вовремя его снижать это очень важный я бы сказал жизненно важный показатель который входит в известный синдром оптимисты называют его красиво и правильно метаболический синдром пессимисты называют его не менее красиво и не менее точно смертельный квартир в любом случае входящий в него холестерин определяет определенные риски для вашего здоровья и для вашей жизни это очень коварный я бы сказал самый коварный компонент метаболического синдрома когда у вас повышается компонент номер 4 метаболического синдрома иными словами артериальное давление большинство его ощущают и принимают соответствующие меры когда вас повышается компонент номер 3 метаболического синдрома это мочевая кислота обладатели приличных цифр мочевой кислоты в крови по стенам по потолку лазил огонь и принимают соответствующие меры когда у вас повышается компонент номер один метаболического синдрома это сахар в крови и он повышается цифре там 6 7 8 миллимоль на литр диабетчики со стажем прекрасно знают и могут без лаборатории сказать какой уровень сахара в данный момент есть по степени развития сухости во рту начинает буквально парить полость рта если сахар поднимается цифре 9 10 миллимоль на литр при здоровых почках на цифре 10 миллимоль на литр и выше сахар выделяется через почки не хватает ферментных систем в почках чтобы вернуть произвести реабсорбцию глюкозы и сахар теряется с мочой появляется полиуре и вы это прекрасно знаете несколько хуже если поле развивается на сахаре 9 миллимоль на литр это говорит о том что ваши почты уже не в самом лучшем состоянии но в любом случае если вы думаете о своем здоровье зависимости от того в какой степени поднялся уровень сахара в крови вы принимаете соответствующие меры уровень холестерина в крови вы без лаборатории не почувствуете вы можете узнать что когда-то у вас был высокий холестерин в крови по развитию атеросклероза в сосудах различных областях вашего организма то ли атеросклероз сосудов сердца то ли атеросклероз сосудов головного мозга то ли атеросклероз сосудов почек в любом случае есть хорошие и такое жесткое выражение поздно пить боржоми если развился атеросклероз потому как как правило это не один сосуд это несколько сосудов и у вас появляются совершенно иные особенности вашего образа жизни но особенности национальной охоты за здоровьем показывают что пока гром не грянет мужик не перекреститься надеюсь это мое видео выполнит роль информационного грома и позволит вам правильно контролировать уровень холестерина в крови не допускает чрезмерного повышения выше 5 миллимоль на литр за которым растет кардиологический риск и возможность умереть от инфаркта а также не допуская снижение 4 миллимоль на литр где растет уже онкологический риск и возможность умереть от любого вида рака в любое время поэтому уровень холестерина в крови нужно не только знать ну и правильно контролировать поэтому просмотрел это видео до конца в нем я брат фитотерапевт диетолог борис качков автор десятков опубликованы книги брошюр часть из которых вы можете приобрести через интернет расскажу вам что такое холестерин какими традиционными и нетрадиционными способами можно безопасно снижать холестерин сыворотки крови снижать кардиологические риски ну и как можно управлять холестерином используя основные особенности вашего организма поэтому смотрите это видео дальше я думаю что много интересной и полезной для вас информации вы из него получите холестерин непременный компонент сыворотки крови каждого человека но напрямую гомеостатическими системами не регулируется иными словами уровень холестерина в крови а также такой важный показатель как индекс атерогенности отражают ваш уровень знаний в этом вопросе если вы интуитивно ведете правильный образ жизни вы самым простым путем снижаете уровень холестерина в крови которые расходуются теперь на восстановление клеточных мембран либо на выработку гормонов половина которых вырабатывается из холестерина если же вы еще интуитивно знаете как правильно питаться используя особенности работы вашей печени то и новые порции холестерина попадая в кровь повышает его в той мере когда и он я имею ввиду холестерин и индекс атерогенности для вас безопасны если же вы кое-что не выполняете правильно растет холестерин растет индекс атерогенности и появляется опасность развития атерослероза сосудов если вспомним лет 50 назад атерослероз развивался в возрасте 60 70 плюс при этом мужчины стартовали несколько раньше чем женщины женщинам женские гормоны позволяют в этом процессе участвовать позже вернее позволяли сегодня атерослероз несколько молодился статистика говорит что жители крупных городов и меополисов либо промышленных центров либо те у кого уровень стрессовой активности достаточно высок они начинают участвовать в этом процессе несколько раньше и мужчин риск повышается лет 20 25 у женщин гормональные сбои начинаются с 35 летнего возраста и здесь уже вас уровень холестерина начинает волновать большей мере особенности национальной охоты за здоровьем разделяет людей на несколько групп в их отношении к холестерину часть людей занимает выжидательную позицию надеюсь что атерослероз не разобьется и ничего не делает я вам советую несколько снизить уровень двигательной активности и набирать жировую массу да вы будете создавать депо холестерина в вашем организме но уровень холестерина в крови будет снижаться часть людей занимает более активную позицию и принимают препараты снижающий уровень холестерина в крови но особенности действия таких препаратов нарушение работы печени и препятствие для нее по выработке злого эндогенного холестерина я вас понимаю но печень это метаболический мозг вашего организма который управляет не только обменом холестерина и обменом сахара обменом белков обменом витаминов макро микроэлементов и все эти функции в разной степени могут быть нарушены поэтому принимать такое решение можно да это быстрая помощь вашему организму но на мой взгляд более правильное решение создать комфортные условия для работы своего организма а возможно и перепрограммировать вашу печень чтобы она работала несколько в иных условиях и лучше управляла обменом веществ вот какие действия вам нужно будет совершать если вы собираетесь пойти по этому третьему пути вы узнаете прямо сейчас особенности национальной охоты за здоровьем позволяют пойти третьим путем в контроле уровня холестерина а именно внести коррективы ваш образ жизни в вашу систему питания на мой взгляд это самый физиологический путь но не самый простой помнится выражение что дармовой сыр лишь мышеловки а без труда и рыбку из пруда не выловить поэтому потрудиться над вашим здоровьем все таки придется возможно что то вы знаете что то вы узнаете от меня но я вам дам самый простой комплекс регулярное выполнение которого позволит контролировать уровень холестерина самым физиологическим путем какие же особенности национальной охоты за здоровьем вы должны учитывать чтобы снижать уровень холестерина в крови самым физиологическим путем на первое место его поставил режим питания частота приемов пищи при наличии желчного пузыря должна быть 45 раз день если желтый пузырь у вас удален 78 раз день объем пищи уменьшается в зависимости от частоты чем чаще питаетесь тем меньший объем пищи вы должны употреблять на второе место я бы поставил состав каждого приема пищи в котором в каждом приеме пищи должны быть обязательно жиры это позволит более физиологическим путем использовать ту желт в составе которой и удаляется холестерин из сыворотки крови и транзитом через желчевы делительную систему оказывается в кишечнике а это уже наружная среда вашего организма состав липидов также нужно контролировать примерно две трети жиров вашем рационе должны быть животного происхождения я делаю на этом акцент если мы посмотрим состав липидов клеток головного мозга то холестерин и составе мембран примерно 3 иными словами для того чтобы мозг работал хорошо холестерин должен откуда-то появится либо вы его вводите с продуктами питания либо злой эндогенный холестерин вырабатывает ваша печень ваш мозг требует также возобновления мембран и поставки холестерина должны быть если мы возьмем соматические клетки то есть все иные клетки кроме клеток коры головного мозга там ситуации еще печальнее две трети липидов это холестерин и вот так же нужно откуда-то брать и каким-то путем мембраны восстанавливать поэтому две трети жиров в составе вашего рациона должны быть животного происхождения чтобы не было перебора по жирам есть норма до 1 грамма на килограмм веса если вам нужно поддерживать и то тот вес который у вас есть если вам нужно снижать нужно корректировать эту составляющую но не исключать жиры полностью и не переходить полностью на жиры растительного происхождения это неправильный путь ведущий к более активному развитию атеросклероза сосудов даже при низком уровне холестерина в сыворотке крови также в каждом прием пищи желательно чтобы была растительная клетчатка для тех у кого желтый пузырь удален у них выбора нет как правило есть хронический панкреатит при котором сырая растительная клетчатка запрещена иначе очень легко перевести хронический панкреатит в острый либо в обострение хронического и немножечко порисковать своей жизни как минимум остаться с диабетом 2 типа как максимум попасть не самую простую ситуацию видео про хронический панкреатит есть на моем канале если вам эта информация нужна после этого видео просмотрите то я думаю что а это одно из самых интересных видео на канале судя по соотношению лайков и дизлайков я понимаю что эта информация очень была нужна многим возможно она нужна и вам конечно если у вас хронический панкреатит вам пока неизвестен может быть и пища растительного происхождения в сыром виде попадать но эффективность использования заложенных в ней полезных компонентов значительно меньше чем если вы ее обработаете термически более того термически обработанная клетчатка становится хорошим сорбентом для холестерина и в этом случае холестерин который желчу оказался в кишечнике имеет значительно меньше шансов с той же желчью сосаться обратно в кровь и вновь оказаться в кровеносной системе и обрадовать печень новой дополнительной работой также пища должна быть вкусная для того чтобы пищеварительные секреты максимально эффективно выделялись пищеварительную систему и полноценнее переваривали пищу эти особенности нужно обязательно учитывать если вас интересует реальное снижение уровня холестерина в крови физиологическим путем также на этом фоне я бы советовал уже несколько увеличить уровень двигательной активности работающая мышца если вы ее используете правильно без стресса без чрезмерной активности также хороший потребитель для холестерина при работе изнашиваются клетки изнашиваются мембраны и холестерин используется для их восстановления более того если вы ведете более активный образ жизни у вас с более значительная часть холестерина расходуется для синтеза гормона гормоны активируют обмен веществ вернее обеспечивают обмен веществ на метаболическом уровне и это тоже путь снижение уровня холестерина в крови если вам нужно больше информации есть я бы сказал это мой бестселлер книжка секреты здоровья или что делать если у вас есть печень и почки там достаточно много информации более подробная информация книжку вы видите о том как обеспечить работу печени что стоит делать для того чтобы ваша печи работала лучше и чего не стоит делать чтобы не нарушить работу печени и не препятствовать ее выполнение ее многочисленных метаболических функций одна из которых снижение уровня холестерина сыворотки крови вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк если вы не подписчики еще моего канала не забудьте подписаться можете поставить канал в избранное в закладке это разные возможности получить ссылку на следующее видео которое появится на моем канале до новых встреч на моем канале